Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, который продолжает вести рамсеса второго всегда говори да к величию. Это продолжение прохождения Сидмэр Стивилизэйзэйн 6 на последнем уровне сложности на божестве за нового лидера из Лидер Пас. Еще парочку новых лидеров против нас бьются с челленджем, но подробности его в первой серии, ссылка на нее, точнее на плейлист, в котором она первая, в прикрепленном комментарии в описании, переходите туда. Ну а спонсоры канала эти серии видят и раньше намного, и спасибо им большое за поддержку. Давайте продолжим, хочется надеяться, что мы закончим уже в этой серии, но я не уверен, нам вообще осталось 23 хода. По-хорошему до конца. Я вот хочу, значит у нас идея вот этого, вот этот город захватить, потому что тут нефть, нефть, и извержение вулкана, и песчаная буря, короче тут по максимуму, конечно, наваливает. Так, подождите, а нам нужен этот еще воздушный шарик. Нам надо его открывать. Сюда свето-промышленные эпохи мы вряд ли построим, потому что без воздушного шарика арта не очень далеко бьет. Так, подождите, а нам нужен этот шарик. кстати вот осадную башню тоже можно бы апнуть в медика но у нас не открыт блин ладно угля и железо у нас завались чтобы строить в общем-то железные дороги дать может еще одного инженера прям в железных дорогах все было так поэтому мы хотим в мендос перекинуть как мы это сможем только когда гавань будет построена так как вы будете куда это песчаная буря движется на запад то есть туда пойдет но я уже сто раз видел что написано на запад на самом деле хрен знает куда так а что это нам а это не это не нам этой мы сломали так диверсия на производстве зашибись хищение средств ищение средств в квала миндлини первым районом военный лагерь обалденно конечно я бы конечно на месте мали уже пытался мир запросить ну вот блин а я вынужден принимать значит пойдем дальше на на этого на зулуса еще и еще и швеция стоимость производства приобретения давайте может снизим за веру мой сомневаюсь что пройдет но тут можно не голосовать тут вот сто процентов против меня проголосуют типа чтобы у меня сто процентов больше набиралось так снижена за производство рамзес на сто процентов больше и нобелевская премия мира так когда мы можем зулусу войну объявить четыре хода как раз откроем так откуда у нас артой лучше всего будет действовать но видим отсюда вот с этих двух клеток ну кстати все еще осадная башня работает что надо наверно подводить ее завершен банк ну давайте армию арты третью сделаем и тут наверное 13 послов ну биржи у нас еще не построены можно канцелярия электростанции раз уж так кардив йохан из бурклаб у нас тоже пока нету так а вот здесь академия на газоргаму еще можно засоюзить кстати мы же за деньги можем теперь покупать дешевле так этот у нас должен защищать город и мы его наверное в центр коммерции поставим так 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 по-моему я уже почти все клетки обработал мне уже рабочие практически не нужны когда там затопление а что так долго что-то очень долго не затапливает не то чтобы я расстраивался но странно все равно так и тут нам плавать по-моему некуда так у нас война только с Францией и все, ждем Зулуса ждем возможности объявить войну Зулусу кстати, а вот здесь я могу в Баба Нанго фабрику поставить как раз нету энергии, да? да конфуцианский апостол убил там протестантского мою религию вряд ли он перебьет так, золотой век нового времени венецианочка построила, медресе построено прямо в начале века, здорово ух ты, Хамурапев героический вышел так, что вам взять я бы к оружию брал ну а что, денег мне не то чтобы надо научные эти компуса у нас слабо ну там не так много соседства вот так так вот так ну ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, я еще мог использовать? Ну да, конечно, мог у нас этот... Мавзолей в Геликарнасе Так, может какие-то еще чудеса? Таджмахал Эрмитаж Таджмахал на реке Кстати, можно где-нибудь Таджмахал Вот на какой-нибудь из этих рек поставить Эйфелька не особо хочу Так, на какой реке Таджмахал? Вот сюда, кстати, можно В Антононариву Мы уже никакой район туда не будем ставить Подождем два хода Пускай банк достроится Блин, конечно Суровая тут песчаная буря была Разломала мне все А, тут нельзя Тогда, наверное, рыбок пособираем В Нихене Что у меня в Нихене? А мани пытаются О! Так, кого мы Убили тут? В городе Сена был Битшпион из Зулусской империи Странно Все не убили А Фил их предотвратили Ну, никого не захватили, что ли? И не убили? Просто предотвратили? Ну, это, конечно Не люблю, когда выпадают Прокачки Ненужные Шпиону В данном случае Так, значит Покупаем Воздушный шарик Так, когда мы там Зулусу Еще два Надо подвинуться Из-под На самом деле Из-под Вулканчика Блин Блин, Мармуса Нейтрализовали А, это еще Не этим ходом Это еще В прошлом В прошлом В прошлой серии А, давайте Гранты Дадим Пингале После Арты Почитаем Проектики Так, тут Стоим Ждем Так, тут Если мы Клеопатру встретим Надо, наверное, открыть этот космопорт Чтобы Блин, да космопорт Еще так далеко Ну, чтобы запустить спутник И посмотреть, где Клеопатра Кстати, у нас Совершенно случайно Хамурапи Нет, ничего не запускает и не открывает Блин, может я мало 160 ходов поставил Ну, по ощущению норм Так, может здесь священку Поставить На реке Почему нет Так, и тут я, пожалуй, ничего не буду менять Хотя Мне некого вроде апгрейдить Вот это можно поменять Наверное Пускай меньше Накапливаются Хотя Может при поражении Меньше боевой мощи теряют Давайте Амурапи Со мной уже хрен знает Сколько воюют Ну, а в Франции Недавно Относительно Так, что тут у Квадрилема Серьезно Атастопическое извержение Но это не Меня не касается Так, а что я тут хотел Я тут после арты Что-то хотел Построить Блин, и забыл Блин А, проект-то я хотел Потому что пингаву прокачал Ну, сначала биржу Квадрилем Сидим И храняем Все Сюда можно арту поставить Мне кажется Три армии арты За один ход Снимут Стены Средневековые Продолжение следует Просто Эти рыбы Соберу О, неужто Улучшаются Отношения Смоли Так, три накапливаются И минус два Это за арту Стена, почему минус два Должно быть минус три На самом деле Сейчас, наверное, будет минус три Идем о не германия билла войну швеции франция швеции а кристина хамурапи объявила еще германия фридриху америки так у нас он какая-то первая мировая но без нас они там в союзах что ли не мы не могу понять ну да у зулуса нету ни с кем со есть с фридрихом и китаем парк ну я не думаю что мне кто-то мой ну фридрих там начал воевать нихе но он вряд ли что-то сделает китай вот может просто с моря пограбить ты единственная но зулусу надо войну била объявлять то есть мы параллельно фридриху и китаю еще объявляем не слушайте не так уж и скоро она тяжеловато так пока булавая нас равно не может обстрелять окажем немножко помощи так а нобелевская премия это у нас получение мирового влияния почему-то я первый за счет чего этом его получаю сигны о прикольное чудо жалко живого никто не заселил каши швед швеции скорее всего территория ну посмотрим будет ли что-то немец и китаец сделать какое-то чудо осуждает америка нас эрмитаж но это нафиг надо так а это уже у нас до около торуги вот это серьезно 22 погибло но юнитов не потеряно слава богу но вообще тут разломала нам рынок а и и и и и и и так и и делать тут фабрику или нафиг надо журни хе никак бы хотелось бы заповедник дальше построить 19 просто строителя Чтобы заповедник сделать, его еще открыть надо Это фиг знает где Ну, он не фиг знает где Ну, после диалоги надо охрану природы Так, а потрясающе престижный пригород Мы тут совершенно случайно не можем Нет, тут я не буду строить Вообще, хоть в каком-то городе у нас может быть Потрясающе престижный пригород О Например А я отправлю в Йоханнесбург Даже не смотря на то, что его там немцы разграбят Вообще, его сейчас немец заберет, к сожалению Тут у меня просто все в Германию бегало Теперь приходится Переправлять в Мали Поехали блин тут армия пушек больно бьется по керасе что они должны блин там военный лагерь еще снизу не могут убить ладно просто постою тогда керасу могут убить армию линеек вряд ли так диверсия на производстве хищение средств и наверное может дамбу обожаю дамбы подрывать ладно подрыв дамбы так а тут нет у нас потрясающе престижного нету так аквапарк 19 жителей должно быть ай гранты будем читать все-таки пингала там сидит национальный парк ну во первых фиг знает где нам его устроить тянет вот тут где-то надо будет они тут на месте заповедника был бы хорошие к себе был заповедник а тут бы ставился парк надо надо алюминий открыть так египет осудил америку но это не я а клеопатра очевидно как бы нам ее встретить все непонятненько нам ух ты ну чё хана линейкам да ладно три клетки пустыни началась песчаная буря ровно на моих священных местах но это это как и это и это не максимальный уровень стихийных бедствий ну что попытаемся спастись все равно не может пройти дальше это у нас караван не бегает потому что тут вот рынок разграблен сейчас починим когда сможем запустить да ну конечно силой 90 пушки ничего уже не пробьют да 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 ну хоть 14 ходов до затопления то выглядело как очень медленно как будто затапливает да но мне надо полотен и капер и просто просто так я могу первых просто один капер слушайте а если я покупаю мне работает венецианка а при покупке не работает одну купим просто 2 капера курили электричество может меня просто электричество лучше откроет меня зачем алюминий а вот компьютеры хочется открыть так и здесь все-таки я сразу наверное в демократию пойду а канализацию нас открыты с не открыты канализации значит без ускорения он может убить если сейчас уберет пехотинца выдвинет пушку и пушкой добьет нет это слишком сложно для маленького компьютерного мозга так пятилетний план наверное вместо гражданского авторитета здесь пускай шпионы быстрее действуют и здесь содержание юнитов пускай меньше и а 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 так я могу за деньги купить пошла сейчас скидка за счет на газоргаму цена покупки всех наземных боевых юнитов юнитов поддержки за золото снижается на 20 процентов за каждое здание военном лагере города у меня тут все построено в баба в баба нанга вопрос только кого купить кавалерию наверное будем город захватывать и кстати можно и корпус киросерф все еще доступны доступны вот теперь можно отправить великие люди ученые три случайных озарения торговец 3 единиц нефти в ходу тут это зашибись плюс один престиж тоже наверно возьму в нихен попробуем мне кажется тут и так уже дофига да ты никак не изменит везде потрясающий газы смогу сейчас построить но у меня и уголь особо не уходит на просто мало зданий построено которые электричество употребляют также махал этого точно берем а вот это надо пропущу дает плюс один престиж и всем клеткам на которых распал ну да не нужен у меня так вот сейчас мы не забываем и используем либо здесь либо здесь оба 400 к за растризму и ну и и и и и и и и и так ну дальше надо булава и убрать тем более что он даже стен нету надо было оба стрелять по этому трибушету зачем золусы делают армии трибушетов зачем они вообще даже город поцарапать не могут не то что захватить а подлодки требует нефти тоже у нас сейчас плюс 3 нефти вот думаю так у меня сперли да ладно должен же не надо что выводить так позже нашу с хатус и война перекупили хатусу немец так а тут что произошло почему все разрушено же вроде дамбы стоят тут не может быть какого-то наводнение ну ладно сделаю строителя отремонтировать это все и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слышу ходом город обратно DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Тоже неинтересно... Тоже неинтересно... Так, а за счет чего я вылечился... Смотрите, киты же давали... Деньги... Я специально... И прошлым ходом он... Я просто остался на месте... Я вроде никакого флотоводца не использовал, чтобы... Я не понял, почему у меня сейчас полностью здоровый броненосец... 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 Алюминий есть... Современный самолет... Правда, мы вряд ли успеем уже выйти... Ну, не знаю... Так... Блин, каравеллу нам убили... Не считаете ли вы, что я... Поставил мало ходов? Потому что это даже... Вот сейчас я вижу, что это где-то будет 1800 год... Так... А почему мы торговую республику открыли? При строительстве чудо... Ну, давайте возьмем... Правда, какие там чудеса нам надо? По-моему, никакие... Продолжение следует... А на этом... Этой кавалерии... Куплю еще армию... Пехотинцев... Ну, какие у нас еще чудеса доступные... Вообще... Христос Искупитель... Нафиг надо... Эйфелева башня... Такое... Что-нибудь мы тут откроем вообще... Ближайшее время... Интересное... Вряд ли... А здесь... Большой театр... Так... Ну, в охрану природы пойдем... Ну, вообще, можно на Эйфелеву башню, действительно... На ровном участке рядом с городским центром... Ну, почему бы и нет... На ровном участке... На ровном участке... Ух... армии пушек там может быть и пехотинцам современным тоже хана на самом деле там до больно там тем более ой он мир и обязан принимать ну я думаю тут все понятно по очкам меня никто не догонит и за это время никто не улетит а если бы даже и улетали мы якать может даже правильно поставил ограничить просто по поводу улетания тут точно я тоже бы побеждал и не компьютер так что ограничение по ходам просто делает так что мы быстрее закончим вот и все где там один ход да можно если один ход строится то можно ставить если больше чем один то нет а тут что затапливает вот эту клетку что ли вообще вообще доступно а вот эту ясно ну короче можно просто расщелкивать ходы я так думаю ну я хочу сказать золусы в соседях это очень сурово ранняя армия которая к тому же имеет тут мы мало правда производства полу пускай и так будет которая к тому же имеет плюс 5 к силе это очень круто а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да пофигу, не будем уже никакие чудеса тут ставить Только я эту клетку обработал сразу Вот я к тому, что еще не люблю улучшения на вулканах каких-либо делать Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да блин, и выкинула опять Кого? Лян Они надоели Потому что они догонят Ну блин, они только из-за счет чудес могут догнать по очкам хоть кто-то из них Захватывать они ни у кого ничего не могут Точнее могут, но они этого не делают Скажем так 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 Субтитры сделал DimaTorzok еще нангомом он отваливается кстати реально злусом воевать сложнее чем просто лояльностью забирать у него города так заказник я куплю пожалуй о красота красота лепота так озарение для ракетостроения ладно возьмем техник великих людей еще прикупить все сами добавится ну если считать для сетевой скорости вот это примерно где-то 120 ход вас подождите 100 120 или кажется где-то 123 типа что-то такого возможно стоило побольше взять ходов ну вы об этом напишите комментариях я надеюсь тут уже пофиг на распространение религии а 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 юханесбург не захватил немец прикол это стену не уж не было стен даже успел шули построить опять сеть 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 Так, 548. Ну, по-моему, вот это оказание помощи, оно реально на все вот эти 3 работает. Видите, у меня и тут накапливается. 734, 426. Так, еще 4 хода. Так, нет, это уже нет смысла. Типа, он не успеет закончиться. Так, нет, это уже нет смысла. О, наконец-то. Господи, где ж ты была? Вы видите ее город? А, вот, шедет. Это розовенькая. Короче, вот тут она где-то. Но она очень мало явно места занимает. И по очкам, я думаю, ближайший у меня немец. Почти на 200 очков. Мы его опережаем. Карту мы всю посмотреть не успеем. Так, 3 хода нет смысла делать. Тем более, у нас 3 хода уже конец будет игры. Интересно, вообще кризис успеет закончиться? Так, просто оказание помощи везде поставлю. Чтобы... Может быть, я знаю, чем тут железную дорогу строю. Куча ресурсов, кстати. Ну, можно, давайте постепенно подводить итоги. Как способность Рамсеса? Ну, обычная. Обычная способность. Она приятная в том плане, что вам не надо вообще обращать внимание на культуру. Так? Вот. Я не знаю, почему в комментариях писали, что это помощь в культурной победе. Наоборот. Она вообще... Это скорее против тех, кто пытается культурной победой в вашей партии сыграть. Потому что вы набираете культуру вне зависимости от того, есть ли у вас театральная площадь. И скорее это помощь в том, что вам не надо лишний район строить. Вам вообще не надо строить театральную площадь. Вот мы играли. У меня 173 культуры, не строя ничего культурного. Этого вполне достаточно. Для нормальной игры. Так что, ну, Рамзес просто приятная способность. По мне, так, из всех лидеров Египта самая приятная. То есть, она не... Ну, не заставляет... Не зависит от рандома. Не заставляет вас как-то по-особенному играть вообще. Просто приятная... Особенность. Как лидер. Понравилось играть вот с этим челленджем. Всегда говори да. Это реально делает сложнее прохождение. И надо, наверное, больше в следующий раз каких-то этих поставить. Цивилизации вармонгеров. Потому что вот то, что у меня зулусы оказались в соседях, это реально добавило такую нормальную сложность. Потому что его ранние корпуса и армия зулусов не позволили мне вообще, ну... Я скорее больше городов... Ну, я несколько захватил, прямо скажем. А это благодаря своей религии, скорее, а не армии. Потому что у меня еще плюс 10 было около его городов. О, Клеопатра сразу осуждает нас. То есть мы захватили только Баба Нанга и Надвенгу. И он мне так нормально армию проредил. Ну, не знаю, как повезло или нет, что у нас много городов-государств было вокруг, но мне пришлось их захватывать. Получается. Наверное, везде уже на первое место вылез. Вопрос по количеству ходов. Надо ли было 160? Но я не вижу... Вот, честно говоря, вот прямо сейчас, вот, по-моему, вот в этой серии стало понятно, что я здесь победю любым способом, каким... Там, либо улетанием по науке, либо... по очкам. Ну, ну, что тут? Кто тут нам... Они даже в ракетостроение никто не вышел. Нет, Фридрих вышел. Только Фридрих вышел в ракетостроение. А я бы сейчас уже лабы строил вместо вот этих вот оказаний помощи. Я бы был далеко впереди по науке и дальше бы шел. Поэтому я не знаю, имеет ли смысл реально больше ставить. Я не вижу никаких предпосылок того, что кто-то из цивилизаций здесь мог бы мне помешать уже улететь. Но, в принципе, вот этот челлендж всегда говорит «Да». Выглядит интересно. Надо продумать цивилизации. Надо... Вот с ним реально хорошо пойдут всякие воинственные цивилизации. То есть мне приходится объявлять войну воинственной цивилизации. Вот там вот у Зулусов тысяча армии была, да? Это мне повезло, что он так расположен, что никто не просил с ним воевать и он сам на меня не нападал по какой-то причине. Ну все. Конец игры. Здесь мы побеждаем по очкам. Собственно, что и планировалось изначально. Но я думал, что я Зулуса полностью захвачу. Интересно узнать те, кто со мной параллельно с моим сейвом играли, как у них закончилось. Партия, присылайте скриншоты. Вот перед последним ходом... Почтите, или у нас еще будет ход? Не, наверное, все уже должно быть. 161-й ход из 160-ти написано. Ну, мультик должен, да. Победа. Победа по очкам. Так, ну нам вера явно помогла. А, нет, слушайте, это у Юн Лэ столько веры было. Так, что по науке? По науке вообще ровненько все шли. Я тут одним из последних был. И даже в итоге не вырвался вперед. Ну, захваченных городов я... Вот видите, очень-очень лайтово компьютер сыграл. Надо было больше... Единственный город, вот Египет, кстати. Это Египет. Клеопатра два города каких-то захватила. У кого-то. Слушайте, а можно... Посмотреть... А то мы не открыли мир. Как они тут развивались. Ну, у них вот слишком маленький континент был на троих. А у нас на семерых, получается. Хотя, не, нормально. Слушайте, тут Клеопатра очень даже... Я думаю, что она у Франции захватывала. У Вавилона места мало было для развития. В общем, скорее всего, захватывала, кстати, по лояльности, опять же, а не через войну. Или вообще ГГшки захватывала? Что-то я не увидел, чтобы... Кстати, Египет хоть какой-то... Город захватил. Вы увидели? Я нет. Странно. Ну, в общем... Присылайте скриншоты, чем у вас прохождение закончилось, и предлагайте ваши идеи по улучшению вот этого челленджа. Моя идея... То есть, сам по себе челлендж прикольный. Он реально усложняет прохождение. Что тебе надо всегда соглашаться с тем, что тебе комп присылает. Мне кажется, цивилизации надо поставить более воинственные. Типа там Александра Македонского, кого Монтезуму, ну вот Зулусы нормально, кого-нибудь из монголов, возможно. Кто у нас там еще воинственный? Скифов, может быть. Но это уже идея для следующего прохождения. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забудьте лайк поставить, комментарий, написать ваши впечатления, естественно, о том, что произошло. Слава Беларуси! Живи Украина! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!